Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мае планирует визит в Китай. Такое заявление прозвучало на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Встреча с Си-Дзиньпинем станет первой зарубежной поездкой российского диктатора после президентских выборов. Точную дату визита Путин не назвал. На съезде Путин говорил хвалебные оды об экономике РФ. По его словам, ВВП растет, а безработица снижается. Однако он признал, что Россия имеет глобальную проблему с кадрами. Впрочем, о причинах такого дефицита Путин не говорил. Также президент РФ заявил, что стратегическая задача России – нарастить производство товаров и услуг на собственной технологической базе. А вот тему войны Путин в своем выступлении практически не упоминал. Тем временем, как сообща от РИА Новости, российский посол в Берни заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в мирном саммите в Швейцарии. Отметим еще ранее, Украина предложила формулу мира, но без обсуждения с РФ. Этот вопрос комментировал президент Украины Владимир Зеленский. В середине июня будет саммит мира в Швейцарии. Там будет подготовлен и разработан план по окончанию войны. И этот саммит будет без России, чтобы она не блокировала этот план. Тогда Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко раскритиковал саммит. В то же время в Европарламенте приняли резолюцию относительно выборов президента РФ. Евродепутаты призвали страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать выборы легитимными, поскольку они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины. Кроме того, европарламентарии выразили сожаление по поводу того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отойти от ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным переизбранием. Украинские силы смогут использовать атакам для более эффективного поражения российских сил в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Пентагоне. Представители Пентагона отказались указывать точное количество систем дальнего действия, которые были отправлены в Украину. По словам анонимных источников из США, Украина применяла ракеты большой дальности, чтобы нанести удар по российским войскам в Бердянске и по военном аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму. Тем временем в Кремле уверяют, что передача американских баллистических ракет атакам не изменит ход войны, а только якобы доставит больше проблем Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это демонстрирует прямую вовлеченность Соединенных Штатов Америки в эту войну. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции. Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине. Но российские пропагандисты не настолько уверены в своей безопасности. Для понимания, атакам с 300 километров – это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Тем временем США готовит один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в истории на сумму 6 миллиардов долларов. По данным издания политика, новую помощь для Украины могут объявить уже в пятницу 26 апреля. Туда войдут системы ПВО Патриот, артиллерийские боеприпасы, БПЛА, средства противодействия беспилотникам и ракеты класса «воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Российская Федерация боится американских ракет, ведь они гарантированно попадают в цель. «Поэтому я всегда говорю, что как только вы слышите от российских средств массовой информации, что они сбили половину ракет «Хаймарс», это вызывает улыбку, потому что их сбить на сегодняшний день невозможно». Тем временем самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы России Москва применит весь свой арсенал оружия. «Любое неосторожное слово движения может начаться открытое вооружённое противостояние вплоть до применения ядерного оружия». Также Лукашенко упомянул передачу Украине американских баллистических ракет-атакам с безусловий. По его словам, раньше Украине запрещали бить ими по территории России, в частности Беларуси. А теперь такого запрета нет. «И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает». Напомним, Палата представителей США и Сенат одобрили законопроект о помощи Украине на общую сумму около 61 миллиарда долларов. 24 апреля документ подписал Джо Байден. Большая вода пришла и в Пермский край Российской Федерации. Как заявляют РосМИ, ссылаясь на МЧС России, в Прикамье из-за паводка пострадали приусадебные участки и затопило два моста. В Главном управлении МЧС по Пермскому краю представили три варианта развития паводковой ситуации. Согласно наихудшему сценарию, водой будут затоплены десятки приусадебных участков, а также автодороги. С паводком сражаются и в Ульяновской области. Там продолжают поступать сообщения о подтоплениях. Несколько населенных пунктов окружены водой. Растет и число эвакуированных из зон подтопления в Тюменской области. По данным МЧС России, из-за паводка подтоплено около 200 жилых и более 500 дачных домов, около 3000 приусадебных участков и 19 автодорог. Губернатор Тюменской области Александр Морс заявил, что село Арбатское река Ишим перевысило исторический минимум. Тем временем подъем воды в Тюменской области может продлиться до 3 мая. Для области паводок сильнейший за 77 лет. В Курканской области более 2000 жилых и около 7000 дачных домов остаются подтопленными. Напомню, в начале апреля в России прорвало дамбу на реке Урал. В результате произошло масштабное подтопление. От Путина отвернулись некоторые олигархи. Так, на открытой части ежегодной встречи диктатора с крупным бизнесом было меньше миллиардеров, чем год назад. При этом кошельки многих из них похудели почти в два раза. По сравнению с прошлым годом, совокупное состояние первого ряда уменьшилось со 108 миллиардов долларов до 56 миллиардов, свидетельствует анализ издания агентства. По кадрам хроники издания удалось опознать практически всех 20 человек в этом году и 23 в прошлом. Среди предпринимателей, их которых не оказалось в первом ряду, в этот раз Григорий Березкин. В прошлом году ЕС сняли с него санкции. Герман Хан, Михаил Гуцериев, Андрей Мельниченко, Владимир Потанин, Виктор Ромашкин и Игорь Зюзин. Только семь бизнесменов, оказавшихся ныне в первом ряду, сидели там и годом ранее. К ним добавились еще два скандальных бизнесмена. Это Олег Дерибаско, который в 2018 году вляпался в политический скандал с вице-премьером РФ Сергеем Приходько и эскортницей Настей Рыбкой. А также Роман Троценко. Последний широкой публике известен в первую очередь благодаря записи телефонного разговора, слитого в сеть весной 2023 года. Где Троценко говорит другому олигарху, что в ближайшее время в России ничего хорошего не будет и советует перебираться за рубеж. Подобные встречи с бизнесом Кремль использует для демонстрации консолидации элит вокруг Путина после начала войны. Западные же страны, в свою очередь, подобные сборища могут рассматривать как повод для введения санкций. Кстати, сразу после начала войны в качестве одного из оснований для введения санкций рассматривалось участие во встрече Путина с бизнесом. В ГУР подтвердили уничтожение российского вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве. Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, многоцелевой вражеский вертолет Ка-32 был уничтожен в ночь на 26 апреля на аэродроме Остафьева Министерства обороны РФ. Аэродром эксплуатируется совместно с предприятием «Газпром Авиа», входящим в структуру ОАО «Газпром». Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах Московского авиационного центра, в частности, для поддержки операций российской оккупационной армии, уточнили в ГУР. На видео с аэродрома уничтоженный вертолет стоит на взлетной площадке, затем видно, как он ярко пылает. Как ранее сообщили источники УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32. В Киеве срочно эвакуируют две больницы, в том числе детскую, на улице Богатырской. Об этом сообщают местные власти. Причина эвакуации – массовое распространение в интернете видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И речь о том, что якобы в этих больницах находятся военные. Видео, из-за которого проводится эвакуация – это часть выступления главы КГБ Беларуси. Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спинами больных детей. Киевская городская администрация отмечает, что это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы. Чтобы обезопасить больных детей, их родители и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевести пациентов и медиков в другие медучреждения столицы, говорится в сообщении. В таких случаях перестраховка не лишняя, ведь ИРЭВ не раз била по гражданской инфраструктуре и использовала в военных целях территорию Беларуси. В начале войны оккупанты ударили по драмтеатру в Мариуполе, хотя перед зданием была надпись «Дети». Однако российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет завоевать Украину, а Киев не попадет в руки РФ. Об этом в начале апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкин. Тем более сейчас, когда американская помощь уже на пути в Украину. Это ракеты для систем ПВО, зенитные ракеты «Стингер», стрелковое оружие и боеприпасы к нему, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами, боеприпасы для «Хаймерс», боевые машины пехоты «Брэдли» и другое оборудование. Также в США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине на 6 миллиардов долларов.